здравствуйте мои дорогие друзья начинаю для вас новый влог и это будет уже такой перед праздничный влог потому что мы все готовимся к пасхи я знаю что не во всех странах пасха наступает в то же самое время мы празднуем католическую пасху и поэтому она на неделю ну как сказать раньше чем православная поэтому кто празднует вместе с нами смотрите кто будет праздновать позже вдохновляйтесь ловите мои какие-то идеи лайфхаки и воплощайте их в жизнь сегодняшнем влоге я остановлюсь на том как я готовлюсь к пасхе и сосредоточусь на домашнем декоре который я по традиции делаю каждый год есть элементы которые у меня повторяются но есть также такие которые я делаю может идея та же самая но воплощение немножко отличается год от года поэтому приглашаю вас не буду больше затягивать поехали у нас идут праздники уже на следующей неделе начинается большая неделя как она называется по-польски вельки ты день по-русски наверное наверное страстная неделя если не так поправьте меня пожалуйста и я начинаю потихоньку готовиться к праздникам а вернее к декору я очень люблю когда на пасху у меня присутствует что-то такое живое натуральное и поэтому у нас в польше сейчас не сейчас а вообще очень популярна вот такая травка я и уже показывала кто меня смотрит давно он знает называется она жижуха не знаю как называется эта травка на русском если она присутствует в ваших странах обязательно напишите мне как она называется и вот такую вот композицию из такой живой красивой такой у вас живого красивого растения можно приготовить и сейчас я покажу вам свою идею и так если у вас нету какой-то специальной посуды как вот у меня например такая такая тарелочка или вот такой горшочек форме в форме яйца разбитого вот сюда можно ли как использовать как горшочек то есть насыпать землю в просе и засеять что-то но я делаю по-другому я вставляю сюда вот такое пластмассовое блюдечко и на нем буду выращивать эту травку так что если нет ничего берите простое блюдечко и делайте так как я или же придумайте что-то свое оригинальное нам понадобится еще или обычная вата у меня такой нету дома поэтому я использую вот такие ватные тампончики вот так я делаю такой шар из ваты и также здесь вот так теперь эту ватку нужно смочить водой и сверху высыпаем наши семена и вот так сверху я еще немножко полью водичку и так оставляем и будем поливать каждый день по чуть-чуть и будем с вами вместе выращивать такую травку посмотрите как это будет красиво если не видели этого у меня в прошлом году еще покажу вам свою композицию на вербное воскресенье я уже показывала раньше что заблаговременно я наломала вербу когда она только начала цвести но как сказать распускать свои вот эти маленькие мохнатенькие не знаю как сказать почки не знаю как это сказать эти котики и тогда я наломала ее потому что сейчас в это время она уже отцвела я оставила ее в сухой вазе и вот так она сохраняется и так даже может стоять целый год поэтому не следует затягивать если пасха выпадает довольно поздно нужно в свое своевременно наломать вербу и сделать такую заготовочку и вот сегодня сделала дальше я у себя в саду также настригла вот такие лично зеленые веточки растений это у меня барвинок и также букшпан он называется в польше букшпан не знаю как называется на русском языке тоже напишите мне и вот когда у меня есть букет и цветов я никогда не выбрасываю этот декор всегда его оставляю теперь он мне пригодился и вот так вот у меня получился такой чудесный рождественский букет на вербное воскресенье с которым я пойду на службу покажу вам еще один декор который делала моя дочка у нас в магазине продаются вот такое сырье она увидит такой не знаю и травки и такого сена можно сказать даже сена вот и из него можно сделать с легкостью такое гнездышко и также в магазине продаются ватные тампончики такие уже готовые скрученные такие шарики и вот к этим шариком на достаточно приклеить глазки и клюв клюв и получаются вот такие красивые птенчики вот еще одно гнездышко такое у нас уже есть поменьше дочка делала вот и в целом я сделала вот такую композицию вот такой у меня пасхальный декор на вербное воскресенье а вот такой скромный веночек украшает вход мой дом каркас я уже сделала много лет назад и каждый год я только обновляю зеленый декор добавляю что-то здесь можно пофантазировать что-то изменить база та же самая идея та же но воплощение может отличаться вот такая идея а каркас я сделала из обычных березовых веток в прошлогоднем видео я показываю как я это делаю то есть реанимирую свой веночек все натуральное все из своего сада вот еще хочу поделиться одной моей гордостью но сначала покажу вам эту жужуку которую я с вами засеивала сегодня четвертый день вот так она выглядит до праздников еще классно подрастет и я уже тихонько начинаю начинаю вытаскивать свои праздничные украшения и вот моя гордость это мои песанки которые я делала на базе обычного яйца обычной настоящий такой яичной скорлупы красила специальными красками специальным таким песочком покрывала лаком вос при помощи воска посмотрите какая красота это моя гордость не знаю хватило бы ли у меня сейчас терпение на такую титаническую можно сказать работу потому что это все занимает очень много времени вот у меня тут еще целая лукошка это моя гордость кому интересно и кто хочет попробовать обязательно зайдите у меня на канале есть подробнейший мастер-класс как это делать вот это яичко очень классное такое посмотрите каждое яйцо это отдельная история это святое причастие здесь вербы вся такая символика пасхи пишите в комментариях как вам это понравилось и что вы по этому поводу думаете красите ли вы яйца как вы это делаете и вообще соблюдаете ли эту традицию у вас я очень довольна что я в своей жизни чем-то таким заинтересовалась потому что праздники с этим с этим декором набирают действительно такого еще другого блеска и такой какой-то другой такой действительно пасхальной символики конечно же это все это еще не окончательный декор это только элементы которые я уже потихоньку начинаю собирать а то что у меня получится в итоге покажу вам обязательно когда уже будут праздники вот моя форзиция уже зацвела и я тоже ее поставила на стол она нас радует своим желтым весенним цветом а вот эта работа не моя это я получила в подарок это на базе такого яичко как сказать из пенопласта и вот при помощи ленточки делается такая красота я это делать не умею но мне очень нравится я бы с удовольствием научилась говорят что это не слишком трудно но на базе шпилек и вот таких элементов из тесьмы ну посмотрите тоже очень красиво эффектно и своеобразно молодцы те что придумали ну 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 Если вас еще интересуют идеи праздничного декора с прошлогодних моих приготовлений, обязательно посмотрите соответствующее видео. Я постараюсь оставить ссылочку под этим роликом. Но если забуду, на всякий случай объясняю, как его найти. Забивайте в поисковик ютуба Ellenbrook пасхальный декор и там обязательно выскочит соответствующее видео. Ловите идеи, вдохновляйтесь и обязательно декорируйте свой дом, делайте что-то праздничное, но не обязательно, что дорого стоит, а своими руками это вдвойне или даже втройне приятно. И также, если у вас есть дети, вы сможете это делать вместе с ними, вовлекать их в такую праздничную суету, праздничную какую-то рутину, сближаться со своими близкими, со своими домашними и творить своими собственными руками чудеса, которые согреют атмосферу и которые сотворят такое настроение в доме, при котором еще будет теплее, ярче, красочнее и намного приятнее. То есть праздники, окруженные, окутанные семейной любовью, что может быть прекрасней. Друзья мои, надеюсь, что сегодняшнее видео было вам полезным, приятным и интересным. Если так, обязательно поддержите пальчиком вверх, обязательно оставьте свои комментарии, напишите, как вы готовитесь к праздникам, какой декор вы приготовляете, какой декор вы любите, покупаете, делаете ли своими руками. Короче, делитесь всем, чем хотите. А я прощаюсь с вами. До новых встреч и новых видео уже совсем скоро. Пока-пока. И всего самого-самого доброго.